Вар стал массово использоваться в футбольных турнирах. Многие ждали эту систему, как какое-то чудо, какую-то манну небесную. Надеялись, что наконец-то восторжествует справедливость. Но тем не менее, система постоянно подвергается критике. Так чего же в системе больше? Плюсов или все-таки минусов? Давайте разбираться. Меня зовут Виталий Трубило и вы на канале Труба Футболу. Эээ, Труба Футболу. Так что же это за дивная штука такая? Для тех, кто не в курсе, Вар, который расшифровывается как Video Assistant Referee, это система видеопомощи арбитрам. С ее появлением в футбол была введена еще одна бригада арбитров, которые следят за видеоповторами. Если на поле возникает спорный момент, то судья за камерами сообщает об этом главному арбитру, который выносит решение. Система Вар сегодня используется в большинстве футбольных европейских турниров. Например, видеоповторы используются в РПЛ, АПЛ, Ла Лиге, Серии А и Бундеслиге, Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Также Вар работает на всех международных турнирах под эгидой FIFA и UEFA. Система видеопомощи арбитрам была впервые применена в августе 2016 года в матче МЛС между New York Red Bull 2 и Orlando City B. Это в Америке, если кто не знает. В этом матче судья при помощи Вар назначил красную и желтую карточки. На международном уровне система была использована неделю спустя, в товарищеской встрече между сборными Франции и Италии. Первым же крупным турниром с Вар стал Кубок Конфедерации 2017 года. И там система получила смешанные отзывы. Журналисты отмечали, что условия использования Вар, они непрозрачные, а матчи стали запутанными. Но несмотря на такие отзывы, FIFA посчитала систему готовой, да, готовой. И утвердила ее для использования на чемпионате мира 2018 года. И вот так вот Вар ворвался в мировой футбол. Худыш, 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 худыш. Найс! Так тоже придумал Вар. Житель Испании Франсиско Лопес утверждает, что первым подал идею об использовании видеоповторов Министерства образования и культуры Испании. И было это в далеком 1999 году. Его проект получил название «Футбол в 21 веке. Технологии будущего для рефери». Франсиско направил в Королевскую Испанскую Футбольную Федерацию и FIFA требование не использовать данную технологию. А теперь в качестве компенсации он требует 15 миллионов евро. Как же работает Вар? Работу обеспечивают камеры, установленные по периметру поля. За камерами следит команда из трех арбитров. Это видеосудья, его помощник и оператор видеоповторов. Помощник отслеживает спорные эпизоды, а судья, видеосудья, фиксирует нарушения и сообщает главному арбитру об ошибочных решениях. Да, такие бывают. Но при этом сам главный арбитр может остановить игру и попросить команду Вар посмотреть любой момент, в котором он сомневается. Правила говорят о четырех ситуациях, при которых главный судья может воспользоваться системой Вар. Первое. Это было нарушение при атаке, завершившееся голом. Второе. Возможность назначения пенальти. Третье. Возможное удаление игрока прямой красной карточкой. И четвертое. Это назначение желтой или красной карточки не тому игроку. Да, такое бывает в футболе. Кстати, после сообщения об ошибочном решении Вар, у главного арбитра есть три варианта. Ничего не делать и продолжить игру. Принять совет Вар. Или самому посмотреть видеоповтор. Если главный арбитр хочет самостоятельно посмотреть повтор, то он рисует в воздухе прямоугольник и бежит к экрану у края поля. Готов к большой игре? Погнали! Мы подготовили для тебя крутые квесты. Проходи их, получай бонусы и зарабатывай баллы. Набери как можно больше баллов и разморой свой бин-вин. 300 тысяч рублей в игре. Париматч заряжен побеждать по-крупному. Так что в итоге, что же нам дал Вар? Далеко ходить не надо, чтобы понять, что Вар помогает судьям меньше ошибаться. Введение Вар позволило сократить к минимуму количество пенальти, поставленных за симуляцию. Перед назначением пенальти, видеоарбитр или главный судья просматривают эпизод с нескольких ракурсов. Поэтому симуляция обычно приводит к желтой карточке за неспортивное поведение. С офсайдами тоже стало все гораздо проще. С Вар линейные арбитры реже фиксируют вне игры. По инструкциям FIFA, боковой судья не должен фиксировать положение вне игры, если он в нем не уверен. В таком случае рекомендуется дать команде продолжить атаку. Если атака завершится голом, то судья посмотрит повтор и решит, был офсайд или офсайда не было. Если гола не будет, то наличие вне игры уже не важно. Да, безусловно, Вар сделал футбол более прозрачным. Сейчас все как под микроскопом в серьезных турнирах, сейчас напичкана куча камер и разные ракурсы, ну вы сами понимаете. И редкая ситуация сейчас может ускользнуть от всевидящего глаза Вар. Слушайте, друзья, а что же с Вар все-таки не так? Если все так четко, все так прозрачно, откуда берется вся вот эта, вся критика? Многие болельщики действительно были очень сильно разочарованы, когда увидели, как судьи смотрят повторы и принимают совершенно нелогичные, на взгляд болельщиков, решения. Но в этом нет ничего удивительного на самом деле. Болельщики часто трактуют большинство эпизодов в пользу своей команды и возмущаются, очень сильно возмущаются, когда решения судей не совпадают с их видением. Ну с этим в принципе все и так понятно. Идем дальше. Еще один аргумент против Вар. Слишком скрупулезное следование правилам. ВПЛ в английской премьер-лиге даже придумали специальный термин. Он называется подмышечный офсайд. Это когда атакующий игрок оказывается в положении вне игры буквально на пару сантиметров, из-за чего гол, да, гол отменяют. В сезоне 2020-2021 клубы и руководство английской премьер-лиги обсуждали введение нового правила, которое позволит не наказывать игрока в пограничной ситуации. Например, при офсайде каких-нибудь там 10 сантиметров. Посмотрим, к чему приведут эти обсуждения, но они, они идут. Также Вар стал серьезно затягивать матчи. В футболе есть такая манера игры, когда одна команда пытается измотать другую. Эту тактику раньше любила применять известная всеми Барселона. То есть, когда команда катает мяч, перемещает его с одного фланга на другой, вот вперед, назад. В это время соперник бегает, тратит силы, устает. Из-за закисления, усталости, он не успевает перемещаться, не успевает закрывать зоны. И вот эту тактику изматывания соперника Вар убивает. Да, да, Вар убивает. Пока арбитр сходит посмотреть повтор, пока он примет решение, игра останавливается. И команды в это время отдыхают, восстанавливают силы. То есть, в футболе появились своеобразные тайм-ауты. Также, что немаловажно, Вар убивает эмоции от гола. Сейчас практически каждый гол проверяют, не было ли нарушения, не было ли офсайда, все ли чисто. И игроки не могут быть до конца уверены, что гол будет засчитан. И поэтому частенько на экране во время трансляции мы видим, как игроки, забив гол, слегка сдерживают эмоции, пока арбитр не признает этот гол правомерным. А бывает наоборот. Забивается гол, и вот бурные эмоции, эйфория, все бегают, ура, кричат. Но уже через минуту, посовещавшись с помощниками, арбитр отменяет гол. Почему 5-сантиметровый офсайд? Как-то иногда, я не знаю, аж неприятно становится на душе, глядя на такую резкую смену настроения, эмоций футболистов. А вы заметили, как много стало назначаться пенальти? А все потому, что Вар создал куда более глубокую проблему. Проблему влияния микроскопических эпизодов на ход игры, на ее исход. В Англии, Франции, Испании, Италии, Голландии и даже России средние цифры по количеству пенальти за сезон и свар превышают, а иногда очень серьезно превышают, показатели сезонов до введения видеопомощника. Так откуда же берутся эти многочисленные пенальти? А все потому, что теперь каждое действие игроков штрафной рассматривается под микроскопом. Ну, грубо говоря. Моменты с касанием мяча рукой, которые можно заметить только в очень замедленном повторе. Случайные столкновения в борьбе перед воротами при стандартах, например, на которые раньше толком никто не обращал внимания. Все это теперь становится поводом для разбирательства видеопомощников. Всевидящее око Вар никогда не спит. Понятно, что на это влияет еще и бардак с трактовками, особенно в плане игры рукой. Игра рукой, она всегда была спорным моментом. Что считать нарушением, что не считать. Но нынешнее положение дел выходит вообще за все рамки. Каждое касание руки становится предметом рассмотрения системы Вар. И это только усугубляет ситуацию. Да и вообще, что касается пенальти, даже после просмотра, повтора арбитром, не всегда просто определить, был ли фолк, касание игрока или толчок достаточным для того, чтобы назначить вот это вот пенальти. Все равно суде приходится принимать свое, иногда субъективное решение. Знаете, вот за время моей карьеры футболиста мне так и не удалось на поле, почувствовать все прелести и недостатки этой модной современной системы. Но я прекрасно понимаю, что Вар слегка раздражает как футболистов, так и болельщиков. И несмотря на это, я уверен, что введение системы видеоповторов было неизбежно. И его надо принять. С этим нововведением нам всем придется смириться. Так что же перевешивает? Плюсы Вар или его минусы? Решать вам. Поделитесь в комментариях под видео своим мнением. Ну и до новых встреч, друзья. Пока.